Ваш дом все к лучшему В эфире программа «Объектив» О самом важном и актуальном для Бугульмы Корреспонденты программы и я, Марина Колесникова Расскажем прямо сейчас Коротко о главном В здоровом теле здоровый дух Ильдус Касымов посетил спортивные объекты города Кузница железной игры Это зал «Динамо» Помощь ради жизни Бугульминке Маме троих детей Альфея Тахаудиновой Срочно нужно лечение Для нас это был не просто шок Но сначала мы, я просто честно сказать, не поверила Сезон «Удачи-2014» Самый большой улов На шестом ежегодном фестивале «Большая рыбалка» Авторадио Девушки в этом году, скажем так Утерли нос мужчинам Бугульминский район славится своими спортивными традициями Олимпийский чемпион Многочисленные победители и призеры чемпионатов мира и Европы Для развития спорта в районе делается многое, но этого недостаточно Глава района Ильдус Касымов побывал на городских спортивных объектах, чтобы лично ознакомиться с волнующими проблемами Спортивный комплекс «Динамо» ждут изменения Уже в скором времени облагородят территорию перед зданием этого спортивного учреждения Создадут аллею чемпионов спорта с портретами спортсменов, прославивших Бугульму Именно с такой просьбой обратился заслуженный тренер России Николай Капитонов к главе города Ильдус Касымов обещал привлечь к созданию проекта обустройства главного архитектора города Хочу уже лет 10 облагородить вот здесь, вот этот участок, очень хороший, чтобы все было Чтобы люди приезжали и сказали, как это все приятно сделано и так культурно Тяжелая атлетика – один из наиболее распространенных видов спорта в нашем городе Наш земляк, штангист Николай Колесников, получил даже олимпийскую медаль в 1976 году Поэтому открытие специализированной детско-юношеской спортивной школы по тяжелой атлетике – дело чести Ее собираются разместить на базе спорткомплекса «Динамо» и назвать в честь олимпийского чемпиона Мэр города идею поддержал Кузница железной игры – это зал «Динамо» наш прославленный, где готовится спортсмен высокого класса Показал все те, что у нас есть, что можно сделать Игровой зал, зал тяжелой атлетики, гостиничный комплекс, восстановительный центр Затем Эльдус Косымов посетил дворец молодежи Его очень заинтересовала комната спортивной славы Здесь размещены награды спортсменов города и района, начиная с 50-х годов Дипломы, фотографии и кубки времен 80-х Владислав Крюков, владелец комнаты славы, планирует разместить в отдельном помещении, а также присвоить этому славному месту статус музея Это случилось 10 лет назад с маленькой фотографией Можно сказать, фотографией Шимковой Светланы, которую она выиграла в Европу Я нашел интересную фотографию, думаю, дай-ка я ее помещу в рамочку Сделаю ее фамилии, имя, отчество, титул и повисшу, например, на стеночку И все, и так потихонечку начал спортсменов искать, мастеров спорта И немножко как бы это обустраивать комнату Здесь собрано сейчас в данный момент 196 фотографий Все люди, которые относятся к спорту и которые имеют государственные награды и ведомственные награды по линии спорта, они здесь все собраны Такие традиции нужно обязательно сохранять и поддерживать для будущих поколений В Татарстане зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы 15 900 человек При этом растет спрос на высококвалифицированные и высокотехнологичные кадры Количество трудовых вакансий на сегодняшний день составляет 47 тысяч Президент Республики Рустам Миниханов подчеркнул, что рынок труда нуждается в высококлассных кадрах Многие безработные имеют высшее образование, треть из них это юристы и экономисты Молодежь зачастую выбирает не будущую профессию, а вуз, в котором престижно учиться А сегодня необходимо повышать производительность труда во всех отраслях экономики Так как у Республики огромные планы дальнейшего развития Например, развитие Камского промышленного кластера, нефтегазовых и нефтехимических отраслей Чтобы иметь на производстве такие кадры, в скором времени начнут повышать свою квалификацию работники предприятий Для этого будут заключаться договора с вузами Татарстана В исполком города Бугульмы поступают жалобы от бугульминцев на работу общественного транспорта Мы решили выяснить, так ли это на самом деле и спросить об этом горожан, пользующихся услугами перевозчиков Устраивает ли вас интервал передвижения маршрутных автобусов? Если не устраивает, то почему? Не устраивает, потому что долго ждать приходится, интервал у них очень большой Интервал в основном на восьмом маршруте автобуса 45 минут Если бы было два автобуса на одной стороне, то был бы интервал, например, 20 минут или 25, так было бы удобнее Я уже стою 30 минут, автобусы прошло две однерки и не было ни одной четверки И так вот каждый день стоим по 30-40 минут, чтобы дождаться один-единственный автобус, который ходит по всему городу Меньше часа не бывает почти никогда, редко один раз попался, редко ходят четверки Так быстро не отходят, что не успевает посетитель пойти в автобус Удобно ли вам добираться до работы? Если неудобно, то почему? Ну, неудобно, конечно. С одной стороны, я могла бы, например, на восьмом маршруте ехать до соцзащиты, я там работаю Но он опять мне неудобен, я его не могу поймать Иногда он идет по времени, иногда без времени Удобно, если они ходят? Вот я в поселке живу, каждый час один рейс делает Иногда вот на переезде, порой по два часа даже проходят, стоят Вот это неудобство только Люди нервничают, здоровый теряют За нас никто не беспокоится Хотели бы вы, чтобы автобусов стало больше и почему? Хотела бы, чтобы стало больше, чтобы интервал между ними сократился И чтобы хорошо все-таки быстро добираться до школы, до работы Я не в городе живу, в деревне Вот, у нас раньше за Бугород ходил шесть раз автобус Сейчас только ходит десятка Вот, она в семь часов спускается и в пять часов привозит А мы вот, пенсионер, вот за лекарством приезжала Вот сейчас на десятке, а там я иду пешком Хотя бы три раза дали нам автобус в день Вот в обед бы, утром и вечером Четверки надо обязательно побольше, почаще, чтобы ходить Желательно побольше, потому что на расстоянии где-то девяти, полдесятого и до одиннадцати Очень плохо ходят автобусы Многодетная мама Альфиата Хаудинова просит о помощи Она хочет сама растить своих детей Каждый вечер укладывать их спать, а по утрам будить поцелуями Но для этого, казалось бы, простого будущего Ей необходимо пережить дорогостоящую и очень сложную операцию Восьмилетняя Камила, в отличие от своих младших братьев, уже прекрасно понимает, что их мама больна В каждом своем рисунке она пытается поддержать самого дорогого для нее человека Альфиата Хаудинова каждую свободную минуту старается проводить с дочкой Камилой, сыновьями Тимирланом и Арсланом Года три-четыре назад у меня начались головные боли После рождения моего второго ребенка Но боли в основном я на них как-то не обращала внимания Они были в основном после обеда, после работы, уставшие Я думала, что это с этим связано А когда родился у меня уже третий ребенок, Арслан, у меня начались постоянные головные боли Они были и утром, и в обед, и вечером Вроде человек дома отдыхает, а головные боли беспокоят В этом году состояние молодой мамы ухудшилось К головным болям прибавились бессонница и головокружение Когда уже больше не могла терпеть боль, Альфия обратилась к врачам Обширная опухоль головного мозга Услышать такой диагноз было как гром среди ясного неба Неделю где-то я в себе это держала Потом все-таки решилась сказать мужу Он у меня в командировках Он на следующий день прилетел домой Этого, говорит, не может быть Тоже был очень шокирован Мы с ним еще после этого не говорили Наверное, еще неделю где-то никому не говорили Мы сели просто в машину и поехали в Челны Поехали в Казань Мы спали по три часа практически в день, пока ездили Потом приехали с Казани, тут же сели, поехали в Москву Мы с ним 10 дней колесили Самым сложным оказалось сообщить это родственникам Долго скрывала Но только после появления надежды на выздоровление Она обратилась к ним с просьбой о помощи Первоначальное впечатление было того, что этого не может быть Во-первых, молодая Мама троих детей Детки у нас еще совсем маленькие Поэтому Ну не веря вдруг Я даже это объяснить, наверное, не смогу Потому что все-таки для нас это был не просто шок Но сначала мы, я просто, честно сказать, не поверила В России Альфию Тахудинову лечить не берутся Боятся за последствия Потому что опухоль находится очень близко к сонной артерии Но врачи из Германии дают надежду на выздоровление молодой маме Однако для этого нужна большая сумма денег Они уже конкретно составили план лечения моего Передали их в управление университетской клиники Был пересчет уже по моей ситуации И пришел счет на 29,5 тысяч евро Большую часть нам помогли собрать родственники Очень много помощи оказывают просто люди, городские, соседи с дома Приходят домой, много знакомых, перечисляют Ну, помощь, конечно, я не ожидала, что так будет До 20 августа семье Тахудиновых нужно собрать еще более 600 тысяч рублей Но у них нет возможности самим найти оставшуюся сумму Альфия Тахудинова надеется на помощь неравнодушных людей Она поскорее хочет избавиться от головных болей И наслаждаться жизнью вместе со своей семьей Порыбачить и отправиться в круиз по рекам России Такую возможность труженикам Голубой Нивы Юго-Востока Республики Предоставили общество охотников и рыболовов Бугульмы и авторадио Бугульма Улов удался на славу За 6 лет проведения большой рыбалки впервые удалось поймать такое количество рыбы О секретах успешного улова в нашем следующем сюжете Рыбакам всем ни чешуи вам, ни хвоста Черт! Ну что, удачи, удачи не желают вам, не желают никому Вперед или нет? Отправив Нептуна к черту, рыбаки поспешили занять места вдоль берега письменки Каждый хотел поймать первую рыбку Не прошло и 32 секунд, как маленький окунь зацепился за крючок Евгения Бешанова Он даже сам не ожидал, потому что не надеялся ни на что По словам рыбака-любителя, закидывает он удочку редко, но, как оказалось, метко Любитель просто, с 7 лет рыбачий А самая большая пойманная рыба ваша за это время? Сом на 9 килограмм Проверить себя на удачу решились 80 рыбаков Услышав на волне 105,9 FM о ежегодном фестивале «Большая рыбалка» от авторадио На озеро деревни Старая Письменка они приехали со всего юго-востока республики и из Башкирии Взяли в руки удочку и представительницы слабого пола Казалось бы, ловить рыбу не женское дело Главное, когда она клюет, тогда такой азарт Из-за дождливой погоды организаторам пришлось перенести рыбалку на неделю И не прогадали По календарю рыбака день совпал с хорошим клевом Карпа в ладонь Камиль Маликов поймал на опарыша, но прежде приманил его на кашу Секрет приготовления которого знает только его мама Подкормка обычная пшеная каша, которую приготовила мама Более опытные рыбаки приманивали рыбу профессиональными средствами В ход шли даже так называемые рогатки Другие же на крючок подсаживали мальков Условие было два крючка, независимо Либо на одной удочке два крючка, либо две удочки на каждой по одному крючку За соблюдением условий соревнований следили судьи Никто из участников не нарушил многолетние правила большой рыбалки Ровно через два часа ловлю рыбы остановили Наступил самый волнительный момент фестиваля Взвешивали каждую пойманную рыбку От самой маленькой до самой большой Девушки в этом году, скажем так, утерли нос мужчинам на рыбалке Но оно часто так бывает, когда девушки ездят на рыбалку Все победители в номинациях получили ценные подарки от спонсоров большой рыбалки Главный приз – надувную лодку и сертификат на круиз по рекам России Разделили между двумя рыбаками – Дмитрием Симдяновым и Ленаром Минебаевым Разница между их уловом оказалась всего лишь 2 грамма Круиз на теплоходе по рекам России Минебаев, Ленар Участвуем постоянно уж Спасибо спонсорам, вот прям молодцы Ну нравится так Ну конечно Это же у нас болезнь, рыбалка, я не знаю, ничем не совместима Большая рыбалка говорит до новых встреч И прощается ненадолго Ровно через год всех рыбаков ждут на том же месте, в тот же час Это были новости нашего города Все самое интересное и актуальное смотрите в программе Объектив по понедельникам и четвергам в 17.30 и 19.30 на телеканале ТВ-Центр А также на нашем сайте 51-tv.ru Поделитесь своей хорошей новостью с нами по телефону 450-04 Будьте в центре событий Спасибо за внимание и до скорой встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова